В 2009 году вышел фильм «Черная молния», в котором был показан удивительный образец советской техники, модифицированная ГАЗ-21 «Волга», прозванная «Черной молнией». В этом видео мы, как обычно, попытаемся понять, насколько такая машина была бы реальна в нашем с вами мире. Добро пожаловать на канал Ammunition Time, и мы начинаем. Ключевая деталь ГАЗ-21 из фильма — это нанокатализатор, некая неизвестная технология, превращающая обычное топливо в значительно более эффективное нано-топливо. К сожалению, не было описано, как именно происходит процесс обогащения, однако с современными технологиями создавать обогащенное топливо мы можем, но этот процесс небыстрый и довольно опасный. В реальности существует множество видов ZIP-топлив, или HEF — High Energy Fuel. Правда, у них есть недостатки. Либо они термически нестабильны и взрываются, либо разлагаются от повышения температуры, либо крайне едки и разрушают непосредственно топливную систему. Те же, что дошли до условно-массового применения, конечно, в разы эффективнее обычного топлива, но при этом и рядом не стояли с тем, что описано в фильме. Как вы можете заметить на этих футажах, Черная Молния появилась даже в качестве фанатских модов в играх GTA. Нам, жителям РФ, сейчас очень сложно не только покупать новые игры, но и пополнять баланс в старых проектах или сервисах. Хорошо, что есть донатов нет, где вы сможете пополнить баланс с самой низкой комиссией в 10% на все переводы. Теперь вы легко сможете пополнить Steam, PlayStation Store, Xbox, Nintendo и многие другие сервисы. Например, я сам, без дураков, закинул на свой Steam через донатов нет 1000 рублей через SBP. Чуть больше часа я подождал и деньги пришли, поэтому сервис точно рабочий. Среди игр можно пополнить баланс пятой онлайн-ГТАшки, World of Warcraft'а или PUBG Mobile'а, в конце концов. Конечно же, пополнение в мобильные игры происходит прямо по вашему ID. Впрочем, не только регион РФ, но и даже США больше не проблема. На донатов нет, есть карты пополнения для самых популярных регионов по самым выгодным ценам. А при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст вам скидку на первую покупку. Ведь с донатов нет, донат есть. Ссылочка в описании. До конца непонятно, как именно производится привод колес на этой машине. Карданного вала заднего моста у черной молнии нет и быть не может, ведь там находится сопло двигателя. В фильме показано, что вал складной, хотя проще было бы пустить его не по центру машины, а по борту. Это было бы логичнее, чем выдумывать складной вал, который должен еще и попасть обратно в пазы, при конвертации в наземный транспорт. Помимо этого, в полете все колеса поджимаются, скорее всего, благодаря встроенной гидравлике или пневматике, что тоже логично, ведь открытые колеса создают большее сопротивление воздуху. Но если по факту, складной вал и поджимаемые колеса сделать можно, хоть это и будет сложно. С общей конструкцией и черной молнией тоже не все понятно. Скажем, остается загадкой, как все оборудование помещается в столь маленький корпус автомобиля. Неясно также, зачем нужны эти аэродинамические поверхности, то есть выдвижные крылья. Они слишком малы, чтобы оказывать какое-то значимое влияние на полет, из-за чего особого смысла в них нет. Максимум они сгодятся как стабилизаторы в горизонтальном полете. При этом нет вертикального стабилизатора, который предотвратил бы самопроизвольное рысканье, коим страдают все самолеты без полноценного хвостового оперения. Это значит, что любой воздушный поток сможет сбить нашу «Волгу» с курса. Помимо этого, такой же скрытный, как в фильме, черная «Волга» в реальности тоже не сможет оставаться. В режиме автомобиля «Волга» действительно не будет отличаться от своих сестер, но стоит ей только запустить свои двигатели, как сразу же вся маскировка спадает. Любое высокоэнергетическое топливо создает очень высокую температуру при горении, поэтому в местах, где запускались двигатели машины, будет оплавлен асфальт. Сами сопла также долго будут горячими, отчего их не выйдет спрятать внутрь машины, конечно, если там нет должной системы охлаждения. Правда, тогда ресурс сопел будет крайне мал из-за регулярных циклов нагрева и охлаждения, то есть они быстро сломаются и их придется менять. И это не говоря о диком шуме, который возник бы во время полета от свиста ветра и рева пламени двигателей. Их было бы немножко слышно, вопреки почти бесшумному полету автомобиля в фильме. Шасси, черные молнии, они же колеса, представляют собой классическую, но чуть-чуть модифицированную подвеску от «Волги», которая отнюдь не является мягкой и вряд ли способна поглотить силу удара при посадке такого агрегата. При этом в полете внутри шин образуется лед, особенно в зимнее время. Так выходит, потому что в воздухе есть влага, которая при минусовой температуре замерзает. В автомобильных шинах обычных машин лед быстро тает, когда начинается движение, поэтому в самолете колеса заправляют азотом. Водитель черной молнии тоже должен заправлять колеса азотом, что выйдет ему сильно дороже. Либо, если шины не развалятся, придется какое-то время терпеть после посадки, пока они не прогреются во время движения. Но вообще все эти проблемы возникнут только если шины не расплавятся от пламени, вырывающегося из сопела этой машины. А судя по всему, шины на черной молнии стоят обычные, а не из супернано-тугоплавкой резины, поэтому их скорее всего сожжет или сильно повредит пламя во время полета. В том числе от высоких температур будут страдать водитель и пассажиры салона, ведь при недостатке места установить нормальную систему охлаждения и теплоизоляции становится довольно сложно. Жар от высокоэнергетического нанотоплива, что обладает энергией в миллионы раз больше, чем обыкновенное, означает, что и температура горения нанотоплива будет во много раз выше по сравнению с обычным. Помимо этого, прочность самого корпуса черной молнии почему-то невероятно высокая. В фильме по машине часто стреляли из ракет, и непонятно как машина такой массы и конструкции способна была вынести такие взрывы. Это же Волга, а не танк или БТР. А даже если по каким-то причинам черная молния сама бы и не развалилась, то пилота должно было размазать ровным слоем по салону. Далее про двигатель. Сложно точно сказать, как должен работать двигатель на этой Волге, ведь ему надо питать нанокатализатор, чтобы тот постоянно создавал нанотопливо. Еще можно предположить, что двигатель выполняет роль компрессора, нагнетающего воздух в камеру сгорания подъемных двигателей, которые, кстати, непонятно как там вообще помещаются. Ввиду малых размеров и отсутствия видимых турбин, компрессора и воздухозаборника, возникает предположение, что подъемный двигатель на черной молнии ракетный и работает от нанотоплива, горящего благодаря нагнетаемому автомобильным двигателем-компрессорам воздуха. В целом, подобную конструкцию реализовать можно, но насколько эффективна она будет, сложно судить. Кстати, почему двигатель точно не турбореактивный, как на самолете, а ракетный? Турбореактивный двигатель потребляет много воздуха, а пропускная способность поршневого компрессора ограничена. Чтобы увеличить количество воздуха, надо разогнать поршни, из-за чего они сильно трутся и греются, поэтому их надо охлаждать. Для этого нужна, как несложно догадаться, система охлаждения, которую тоже нужно куда-то установить. Получить ровный поток воздуха от поршневого компрессора невозможно без бака-ресивера, а он тоже большой и занимает много места. Также происходит запирание воздуха в камере сгорания, что, конечно, предотвращает срыв работы двигателя, известный как помпаж, но может вызвать срыв пламени в камере сгорания, из-за чего оно потухнет, как задутая свеча. Может выйти и так, что случится детонационное горение, которое приведет к вибрациям, способным разрушить двигатель. Короче, проблем дофига. Из вышесказанного ясно, что создать подъемно-маршевую систему, какой она показана в фильме, невозможно. Двигатель или будет работать нестабильно, или будет быстро перегреваться, или попросту развалится от вибраций. Как итог, машину из кинофильма «Черная молния» невозможно создать из-за множества причин. Начиная от отсутствия способа создать нанотопливо, до невозможности совладать с его температурами. И это не говоря о довольно спорной конструкции самого автомобиля, который явно не приспособлен для полета. Такие дела. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях под видео. Предлагайте идеи, а еще, как обычно, напоминаю, что на Бусти проводится выбор темы нашими спонсорами. Поэтому, если хотите поддержать наш канал не только просмотром и лайком, но и копеечкой, будем рады вас там видеть. На связи был канал Ammunition Time. Всем удачи, всем пока.